Добрый день, уважаемые слушатели. Я начну с аннотации, которую вы, конечно, видели, но я прочту ее еще раз. Википедия определяет медленное чтение как намеренное снижение скорости чтения, цель которого состоит в улучшении понимания текста или получении удовольствия. С одной стороны, медленное чтение — это традиционная филологическая и философская практика, с другой — своего рода психотехника, связанная с культурой замедления ритма жизни, получившей название «медленное движение». Последние годы медленное чтение активно развивается в библиотеках и информационных центрах России и Беларуси. На вебинаре будут представлены обзор таких практик, а также основы методики и теории медленного чтения. Этот вебинар связан с вебинаром «Вечная библиотека. Структурно-функциональный подход и не только», который я проводил 26 января этого года. Тема «Медленное чтение» в библиотеках России и Беларуси иллюстрирует идею «Вечной библиотеки», которая состоит из четырех элементов — библиотечный фонд, читатели, библиотечный персонал и материально-техническая база. Все типы и виды библиотек имеют такую структуру, но и такая библиотека была таковой в прошлом, остается в настоящем и сохранится в будущем. Таково мое представление. И вот интересно, что медленное чтение, ну и вообще чтение, и медленное чтение в частности, не требует никаких денег дополнительных для проведения, потому что в библиотеке для проведения таких мероприятий есть все. Есть фонд, есть читатели, есть персонал, есть материально-техническая база, например, в виде здания, помещения, оборудования. И скажу больше, даже новые книги для этого не нужны. Достаточно тех, которые имеются в фонде. Новые книги, конечно, можно читать, но достаточно и тех, которые имеются в фонде. Но в частности речь идет о литературной классике. Поэтому вот как сегодня библиотеки ищут себя, ищут новые формы для того, чтобы быть востребованными в настоящем и тем более в будущем. А я считаю, что такие формы уже есть, они связаны с сущностью библиотечной профессии, их надо развивать и не нужно никому доказывать, подобно тому, как почта, например, занимается отправлением писем, посылок, бандероли, хотя в современных почтовых отделениях появились и магазины. Но это ее сущность. Также и сущность библиотеки связана с документом и с работой с ним. Поэтому, если мы будем развивать такие сущностные формы, нам не нужно, так сказать, никому ничего доказывать, мы просто реализуем свою миссию. Я буду рассказывать о медленном чтении, то есть о чтении текстов в группе вслух с последующим обсуждением. Ну, так строится эта технология. Не все примеры медленного чтения, существующие в библиотеках России и, возможно, Белоруссии, войдут в мой рассказ. Например, я не буду рассказывать об опыте медленного чтения в Российской государственной библиотеке для молодежи. Там эта практика тоже развивается с середины 2010-х годов. Я буду рассказывать о том, в чем участвовал лично или влиял на эти процессы. Мой рассказ необычен, потому что я попросил коллег, которые развивают эту практику в разных местах, прислать мне справки о медленном чтении у них и фотографию. И мой обзор сделан на основе этих документов. Я чувствую даже обязанность перед своими коллегами просто зачитывать некоторые места из их справок, чтобы это будет, конечно, мой голос, но их слова, чтобы вы тоже почувствовали разницу, разницу подходов к медленному чтению в разных организациях. Справки и фотографии мне прислали из Москвы, Чебоксар, Североморска, Отрадного, Бреста и Минска. И основной упор мы сделаем на практику, но часть на методику, теории я касаться не буду. Если потом у вас будут вопросы, мы обсудим немножко и теорию. Итак, я приступаю к показу. Презентация, у меня 108 слайдов. Вначале образ дерева. Почему? Мне кажется, что этот образ передает то, что у нас получилось. Самое основание ствола – это медленное чтение в библиотеке номер 180 имени Николая Федоровича Федорова в Москве, где я впервые с этой практикой познакомился. Когда Анастасия Георгиевна Гачева прислала мне справку на восьми страницах, то я понял, что имел весьма приблизительные представления о медленном чтении у них, поскольку был только на части мероприятий. Но потом уже верхняя часть ствола – это практика в библиотеке номер 240 техносайенс, тоже в Москве, где я являюсь куратором проекта техносайенс. Мы видоизменили методику, видоизменили тот подход, который я видел в Федоровке. И дальше, на основе того, что я показывал коллегам, либо дистанционно по видеосвязи мы делали трансляции, либо лично в разных местах, либо как-то это передавалось по эстафете, появлялись разные ветви, и каждый из которых как бы повторяет целое дерево, но в то же время обладает своеобразием. Ну вот такой образ, хотя, наверное, могли бы быть и другие образы, вот я нашел. Ну а теперь начну с рассказа о практике медленного чтения в разных организациях. Таких организаций будет девять. Первая из них – библиотека номер 180 имени Николая Федоровича Федорова «Объединение культурных центров Юго-Западного административного округа города Москвы». Здесь все началось с семинара медленного чтения «Философия общего дела Николая Федоровича Федорова глазами читателей XXI века». Семинар открылся 13 февраля 2016 года. Вы видите перед собой афишу этого заседания. И работает по настоящее время. Занятия проходят один раз в месяц. Руководитель семинара, филолог, исследователь и публикатор «Наследие Николая Федоровича Федорова», доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького Российской академии наук «Анастасия Георгиевна Гачева». В работе семинара активно используются историко-филологические методы анализа текста, восстанавливается контекст произведения, дается реальный комментарий. По ходу чтения и разбора участники анализируют взгляды Николая Федоровича Федорова на широкий круг тем и проблем, историю, культуру, технику и науку, память и творчество разбирают особенности построения его текстов, специфику философского языка, спорят о Федорове и актуализируют его наследие для современности. Ну вот так выглядит эта фотография, сделана на одном из заседаний. Интересна сама методика работы с текстом. Участники читают по кругу. Каждый участник читает фрагмент Федоровского текста от одного предложения до абзаца в зависимости от сложности текста, его структуры и тематического единства. После чтения фрагмента следует общий разбор прочитанного. При этом читающий имеет право первого слова. И иногда, вот я был свидетелем, иногда до десяти человек выступают по поводу какого-то одного абзаца, состоящего, скажем, из трех предложений. То есть, читавший абзац, он что-то говорит, он дает свою интерпретацию, потом выступает еще девять человек. Потом переходят к другому абзацу, и этот цикл повторяется. В начале разбора участники семинара выясняют, что они поняли, что не поняли в тексте, отмечают места, особенно их зацепившие и требующие понимания. Далее все желающие высказываются по тексту. Ведущий семинар руководит обсуждением, дает необходимое пояснение, направляет дискуссию так, чтобы читающие и разбирающие наиболее адекватно, глубоко и цельно поняли текст. В то же время участники свободны в своих интерпретациях, даже если они идут в разрез с толкуемым текстом. Но забегая вперед, я скажу, что этот порядок работы, он был мне, с одной стороны, интересен, с другой стороны, вот я чувствовал какое-то сопротивление. Мне хотелось сделать по-другому, в соответствии с принципами герменевтики, обсуждение, и мы это потом реализовали в библиотеке техносайцев. В ноябре 2017, да, это еще одна фотография с семинара медленного чтения философии общего дела, и Анастасия Георгиевна Гачева как раз вот сидит во главе стола и руководит работой семинара. В ноябре 2017 года был дан старт лектории «Идеальный библиотекарь». Иллюстрации к этому лекторию у меня нет, я просто его охарактеризую. Перед людьми, перед читателями, слушателями выступали ученые, работающие в разных организациях, и они отвечали на вопросы «Что читать о?» и «Как читать?». Ну, а темы и персонали были самые разные. С октября 2018 по май 2019 года в библиотеке имени Федорова действовал семинар медленного чтения древнеанглийской поэмы «Део Вульф». Руководителем семинара была историк-медиевист, доцент МГО Зоя Юрьевна Метлицкая. В марте 2019 года в рамках недели детской книги библиотека провела детско-юношеский фестиваль изобретения чтения. Ну, и вот в ходе этого фестиваля дети, подростки под руководством Анны, филолога, библиографа Анны Горской читали в частности рассказ, детский рассказ Андрея Платонова «Корова». И Анна Олеговна описывает этот опыт следующим образом. Мы медленно читали Андрея Платонова и разговаривали о его коровах, поездах и книгах, которые хотят быть не говядиной, железом и бумагой, а полноправными живыми лицами. Удивительно, что Платонов на полном серьезе ожидал свободы воли и творчества не только от зверей, но и от машин, от паровозов, которые в случае чего должны уметь свернуть с пути. Удивительно и то, как легко и по-настоящему об этом оказывается можно говорить со школьниками. «Творческое чтение, чтение продолжения книг, чтение возвращения писателей столь же взрослое, сколь и детское занятие». В этом мы убедились также в ходе написания манифеста читателей-изобретателей, читателей-миряльщиков за старыми и новыми книгами, который еле уместился на четырех большущих ватманских листах. Конец цитаты. Вот еще такая фотография. С сентября 2019 по февраль 2020 года в Федоровской библиотеке работала лаборатория изобретения чтения. Было проведено шесть семинаров, на которых ведущие специалисты, и в частности специалисты Российской Академии Наук разбирали разные темы. Вот фотография семинара, который состоялся 12 октября, его тема звучала так. «Метод Борхеса. Тексты и контексты. Техники и смыслы». Семинар проводила теоретик литературы, латиноамериканист, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы имени Борького РАН Мария Надьярных. Я приведу цитату. «Книга — не просто словесное устройство или набор таких устройств. Книга — это диалог, завязанный с читателем. Интонация, приданная его голосу и череда переменчивых и несокрушимых образов, запавших ему в память. Этому диалогу нет конца. Литературу невозможно исчерпать уже по той вполне достаточной и нехитрой причине, что исчерпать невозможно и одну единственную книгу. Ведь книга — не замкнутая сущность, а отношение, или точнее, ось бесчисленных отношений. Та или иная литература отличается от другой предшествующей либо последующей не столько набором текстов, сколько способом их прочтения. «Сумей я прочесть любую сегодняшнюю страницу, хотя бы вот эту, так как ее прочтут в 2000 году, и я бы узнал, какой тогда будет литература», утверждал Хорхе Луис Борхес. Чтение было предметом его постоянного напряженного внимания, представляло системообразующий мотив его поэзии и прозы, сопряженный с потаенным и открытым переживанием присутствия в литературе читателя как необходимого и достаточного условия осуществления художественного смысла. В начале этого семинара и всех других пяти семинаров помимо этого была лекция специалиста, а во второй части участники читали тексты в случае с Борхесом, это были тексты «Оправдание кабалы» и по поводу классиков. В период, ну вот еще фотографии, показывающие увлеченность вот этих взрослых людей чтением. Во время пандемии библиотека проводила прямые эфиры «Читаем Федорова» и «Флэшмоб с Федоровым против вируса». Я просто называю значит эти мероприятия, уже подробно их не характеризую. В сентябре, декабре 2021 года к 200-летию Достоевского в библиотеке был организован цикл семинаров-ридингов «Как читать Достоевского». Цикл проходил под патронажем комиссии изучения творчества Достоевского при Президиуме Российской Академии наук. Ну и наконец, последний вид активности, который существует в библиотеке имени Федорова, это клуб книжных первооткрывателей для детей и подростков. Клуб является разновозрастным. Каждый участник понимает текст на своем уровне. Кто-то ходит в детский сад, кто-то в пятый класс, кто-то выпускник, даже, кто-то даже выпускник университета. Занятия проходят один раз в неделю, по субботам. И клуб работает с 2021 года по настоящее время под руководством педагога, ведущего библиотекаря Анастасии Гумаровой. Цель работы клуба состоит в том, чтобы научить детей, подростков и, наверное, людей другого возраста читать, научить работать с книгой. Причем книги берутся самые разные. Структура занятия состоит из четырех частей. Первая часть чтения текста, вторая обсуждение смысла прочитанного, третья прикладная часть игра, выполнение творческих упражнений, создание рисунка, поделки и четвертая рефлексия, что я узнал нового. Продолжительность каждой встречи клуба от 60 до 90 минут. Ну и далее Анастасия Георгиевна приводит примеры произведений. Это уже не тексты Федорова, это различные различные тексты, которые и создают я не знаю лента времени, микро и макро миры. Это вот примеры тем встреч. Лента времени, микро и макро мир, как устроена волшебная сказка, книжка про меня, которые не делают это чтение, позволяют не делать это чтение однообразно. В 2021-2023 годах, то есть до настоящего времени, было проведено более 50 таких встреч. Вот я охарактеризовал основание ствола того дерева, который показывал вам в самом начале, медленное чтение в библиотеке имени Федорова. Причем сам я, когда начинал вместе с Ольгой Витальевной Канкиной реализовывать медленное чтение в библиотеке техносайенс, исходил только из Федоровского семинара. Я не слышал или только краем уха слышал, но не придавал большого значения тем другим формам медленного чтения, в том числе и встроенном в конкретные мероприятия, которые там существовали. Библиотека номер 240 техносайенс объединения культурных центров северо-западного административного округа города Москвы. Мы начали проводить медленное чтение там в марте 2021 года и выбрали неоконченный роман Владимира Федоровича Адуевского 4338 год «Петербургские письма». Отталкиваясь от методики медленного чтения Федоровской библиотеки, мы сделали упор на другую сторону чтения, не на анализ, а на синтез. Есть такое понятие в герменевтике герменевтический круг. Его сформулировал Фридрих Шлермахер. Значит, суть проблемы состоит в том, что понять целое можно только на основе частей, понять же часть можно только на основе понимания целого. Но мы не знаем ни того, ни другого. Поэтому для того, чтобы нечто понять, нужно задать предпонимание целого и затем на его основе анализировать части, переходить снова к целому, переходить к частям, то есть войти в круг понимания. Для того, чтобы войти в этот круг, мы решили вчитаться в сам текст. И основой нашей методики стало чтение вслух по очереди в течение довольно продолжительного времени. времени. Мы читаем, вот сейчас уже методика устоялась, мы читаем час. Слух по очереди, если нас сидит 10 человек, то проходит несколько кругов, например, три круга, ведущий регулирует, какой фрагмент там говорит, спасибо, следующий человек. И мы вчитываемся в сам текст. И вот такое изменение методики привело к тому, что текст постепенно откуда-то из фона начал выходить на первый план, становиться близким нам. Затем мы его закрепляли, связывая путем возникших ассоциаций и обсуждения их с нашим жизненным опытом. А предшествовало чтению текста то самое задание предпонимания смысла целого, которым занимался ведущий это устный рассказ презентации. Устный рассказ должен был настроить участников чтений на последующее читывание произведения и как бы на вызов его из книги в реальность того сообщества, которое читает самого произведения. В библиотеке техносайенс мы прочитали с того времени с учетом пандемии с учетом отпусков наших летнего периода Адоевского полностью, рассказ Айзека Азимова Хоровод, роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина Евгения Онегин, роман Герберта Уэллса Машина Времени и мы решились на такой читательский марафон. Мы начали читать сейчас одну минуточку переверну мы начали читать очерки кругосветного путешествия Ивана Александровича Гончарова фрегат Паллада. По-моему в октябре 1853 года фрегат Паллада военный корабль отправился из Кронштадта к берегам Японии для того, чтобы установить торговые и дипломатические отношения с этой страной. И Иван Александрович Гончаров был тем человеком, который вел летопись этого путешествия и два с половиной года он находился на корабле а корабль шел он дошел до Англии потом мимо Европы и Африканского континента на юг Африки двигался и дальше Индийский океан Юго-Восточная Азия Япония те места рядом с Японией Дальний Восток и значит ну уже поскольку корабль износился то он был оставлен на стоянке в императорской гавани Гончаров возвращался через Дальний Восток и Сибирь в Москву. Вот посмотрите пожалуйста на толщину вот этой книги фрегат Паллада но здесь есть и поскольку издание академическое то есть здесь и справочная литература письма но в принципе мы прочитали сейчас за 7 встреч 94 страницы в этой книге 600 с лишним страниц значит если 8 встреча у нас будет в среду то всего встреч будет около 50 по нашим расчетам мы будем читать Гончарова до конца 2023 года и моя задача как ведущего состоит в том чтобы интерес интерес читателей интерес участников чтения не пропал чтобы они не перестали приходить в библиотеку и для этого мы не просто читаем Гончарова а мы через Гончарова через Гончарова переносимся вот в те места которые он описывается например остров Мадейра в Атлантическом океане принадлежащий Португалии то есть я рассказываю что уроженцем острова Мадейра является Криштиану Роналду самый результативный футболист мира то есть показываю аэропорт Мадейры как один из наиболее опасных аэропортов мира мы связываем прошлое настоящее и возможно даже будущее в некоем универсальном знании проникая через книгу и чтение к самой реальности которая когда-то и вызвала к жизни это произведение и вот от острова Мадейра дальше Паллада движется к Каба-Верде островам Зеленого мыса и в эту среду мы достигнем крайней южной точки Африки ну а так вот проходит само чтение прошлую неделю было 10 человек причем приходят новые люди кому-то интересно что Гончаров является автором этого произведения а не просто трех романов начинающихся на букву О обыкновенная история обломов и обрыв кто-то хочет посмотреть почитать вот так нам приходят и новые люди но почему опущены головы потому что один читает вслух а все остальные следят за текстом я перехожу к следующему месту где проходят медленные чтения ну и здесь я должен вам сказать что во всех остальных местах которые я буду ухарактеризовать как раз наша методика состоящая из трех частей ведения когда задается некое предпонимание ведущим смысла целого затем само чтение ну в течение часа там плюс-минус да и обсуждение вот именно именно вот эта методика она вызвала интерес и там и тут вот вспыхивали разные разные огоньки да которые потом разгорались так медленное медленное чтение в национальной библиотеке Чувашской республики город Чебоксары здесь вообще-то существует три вида медленных чтений уже театральные философские и краеведческие и я сейчас охарактеризую первое в августе 2021 года я был в Чебоксарах мы прочитали ну с коллективом библиотеки там читателями которые пришли да вот и режиссером Игорем Милосердовым и его супругой Марии Мартыновой первую главу Евгения Онегина Пушкина людям это понравилось они решили продолжить и так возник клуб медленное чтение с режиссером Игорем Милосердовым национальной библиотеке Чувашской республики Чебоксара Игорь Геннадьевич Милосердов актер режиссер драматург театральный педагог вот и вот он вверху слева а справа вверху его супруга Мария Сергеевна Мартынова актриса преподаватель техники речи риторики и ораторского искусства выпускница российской академии театрального искусства аспирантура ГИТИС актриса Московского драматического театра имени Ермоловой в 2010-2014 годах основатель и педагог школы ораторского мастерства Марии Мартыновой Вита Логос И вот что интересно когда библиотекари проводят медленное чтение они как бы вырастают из библиотечной практики вырастают прорастают куда-то дальше в реальность а вот когда приходят люди в библиотеку например театральные режиссеры специалисты по сценической речи бизнес-тренеры то они просто приносят приносят вот этот свежий воздух им как бы наши библиотечные условности но для них не существует и они делают это я не знаю как ну наверное более смело что ли без без оглядки на на нашу специфику на наши особенности на наши любимые темы сейчас в информационно библиотечном сообществе участники клуба медленное чтение с режиссером Игорем Милосердовым истинные поклонники литературы и чтения живомыслящие и тонко чувствующие люди фанаты звучащего слова лучшие образцы отечественной классической литературы проза Гоголя и Чехова Шукшина и Довлатова и другие звуча из разных уст щедро одаривает сердца и умы читателей искусство видеть сквозь пленительность формы видения художника глубокое понимание каждого слова и образа удовольствие от чтения чувство сопричастности безусловно безусловно важна ключевая фигура ведущего Игорь Геннадьевич Милосердов театральный режиссер и актер драматург и педагог человек чрезвычайно начитанный и эрудированный обладающий яркой индивидуальностью и харизмой безусловно его имя привлекает к участию в медленных чтениях но конечно конечно привлекает потому что ну где простому человеку можно пообщаться с известным театральным режиссером а здесь вот в стенах библиотеки такое возможно и кстати говоря совершенно бесплатно как строится методика я цитирую ту справку которую мне прислали Янина Владимировна Борская и Мария Геннадьевна Шумникова читают все независимо от качества голоса дикции и красноречия смысл в чтении и слух в самом звучании слова в общей личной принадлежности к мысли автора его чувствам лексики интонации для каждого читателя приготовлен текст читаемого произведения распечатанный на бумаге либо непосредственно в книге кто-то читает с экрана телефона читают по очереди останавливаясь чтобы обсудить важный фрагмент найти скрытый смысл восхититься оборотом речи медленные чтения характеризуют неспешность чтобы не пропустить что-то очень важное в тексте вот примеры вот примеры афиш и кстати говоря Игорь Геннадьевич Мария Сергеевна проводит не только чтение но и тренинги тоже на базе библиотеки мастер-классы вот такие для всех желающих ну вы видите на лицах людей радости подделать эту радость невозможно следующий цикл фотографий посвящен чтению мертвых душ Николая Васильевича Гоголя и вот здесь Игорь Геннадьевич он рассказывал я был как раз вот на этой встрече это будет наша совместная фотография Игорь Геннадьевич сказал что в период пандемии было много времени и лежала книга Гоголя мертвые души дома вот он ее взял и и зацепился взглядом и потом не только взглядом за следующий фрагмент из предисловия значит предисловие в бессмертной поэме мертвые души а предисловие называется к читателю а сочинителя Гоголь приглашает читателя мертвых душ к сотворчеству в книге этой многое описано неверно не так как есть и как действительно происходит в русской земле на всякой странице есть что поправить я прошу тебя читатель поправь меня и вот это стало лейтмотивом медленного чтения мертвых душ вот и вы видите на столах даже ну книги книги по Гоголю стоят люди могут взять их в руки но по крайней мере увидеть что такие книги существуют это называется раскрытием фонда да вот вот мы с Игорем Геннадьевичем и Гоголь открывается по-другому Игорь Геннадьевич поставил спектакль по мертвым душам в русском драматическом театре города Чебоксара то есть возникло сотворчество театральной среды и библиотечной среды что еще здесь можно сказать в Чебоксарах возник целый театр книги литературный театр который называется комната 204 стали читать разные произведения ну вот в частности был литературно-драматический перформанс Я Чайка репетиция потом читали рассказ Гида Мапасана о жерелье и затем новеллу Стефана Цвейга Страх и результатом стала постановка литературного спектакля вот постановка Марии Мартыновой литературного спектакля по новелле Стефана Цвейга Страх в которой приняли участие сами участники приняли участие те люди которые читали это произведение вот второй вид медленного чтения в Национальной Библиотеке Чувашской Республики это Завтраки Стоиков с Андреем Воскресенским Андрей Воскресенский коуч предприниматель финансовый консультант организатор и участник проектов стоицизм головного мозга стоик стратеги команда центр преобразования эксперт республиканского конкурса управленческая команда и советы экспертов по управленческим компетенциям при главе Чувашской Республики Завтраки стоиков это открытые безвозмездные оффлайн встречи в формате бесед и чтений посвященных прикладной философии стоицизма которая позволяет человеку развить свои гуманитарные способности стать более собранным спокойным и жизнестойким жизнестойким и рациональным то есть добротным гражданином и членом общества участники встреч изучают основные добродетели стоицизма мудрость мужество умеренность справедливость читает слух произведения Сенеки Марки Аврелия Марка Аврелия Эпиктета размышляет о стоицизме в русской художественной литературе высказывает мнения осваивает практики ведения дневника осознанно научнее чтение нетворкинга работы в малых группах и так далее ну вот афиша и примеры фотографии вот таких завтраков стоиков эти мероприятия привлекают в библиотеку новых читателей позволяют повысить гуманитарные и философские образования населения Чувашской Республики максимально раскрыть для населения богатейший фонд печатных и электронных изданий Национальной Библиотеки Чувашской Республики причем еще раз повторю никаких денег для этого не требуется Андрей Воскресенский просто приходит он реализует свою идею на базе библиотеки а библиотека получает и интересные мероприятия и читатели вот Наконец третий вид медленного чтения Национальной Библиотеки Чувашской Республики это краеведческие или театрально краеведческие чтения которые начала вести народная артистка Чувашской Республики Наталья Алексеевна Сергеева режиссер Чувашского Национального Театра драмы имени Константина Васильевича Иванова вот как раз мероприятие состоялось 21 февраля участники читали и совместно анализировали трагедию Шуйтан Чури выдающегося классика чувашской литературы Якова Уфсая переходим к следующему месту в Заполярье это город Североморск Мурманской области центральная городская библиотека имени Леонида Александровича Крыл В библиотеке техносайенс мы делали трансляции трансляции наших заседаний еще в 2021 году и заведующий библиографическим отделом этой библиотеки Юлия Николаевна Солнцева наша коллега с которой мы дружим и творим вместе увидела этот формат и формат ей понравился и в этой библиотеке значит тоже был прочитан утопический роман Владимира Федоровича Адоевского 4338 год вот Юлия Николаевна слева слева на фотографии она держит смартфон в левой руке и вот для этой библиотеки как раз характерна подробная такая по всем правилам библиотечной науки проработка материала вы видите сбрашурованные такие материалы с текстом пособия наглядные подчеркнутые выделенные маркером испещренные надписями что свидетельствуют о том что люди не просто читают слух но работают они как будто переваривают умственную пищу и наверное не как будто а на самом деле так вот прочитали Адоевского и потом решили прочитать малоизвестный роман утопию французского писателя просветителя Луи Себастьяна Мерсье 2440 год сон которого возможно и не было просто где-то в комментариях к Адоевскому был упомянут этот роман книги самой библиотеки нет но был найден значит файл файл вот именно такого академического издания из серии литературное наследство и благодаря этому значит вот сейчас библиотеки читают Мерсье а как читают я вам расскажу дальше еще одной особенностью медленного чтения в Североморске является чтение с детьми коллеги которые реализуют проект азбука цифровой экономики решили выбрать для медленного чтения с детьми роман сказку Николая Николаевича Носова Незнайка в солнечном городе выбор произведений не случайно в книге автор предсказывает технологии будущего интернет вещей искусственный интеллект беспилотные машины что также отписывается в рамки просветительского проекта азбука цифровой экономики для детей летом 2022 года было проведено 12 интеллектуально познавательных занятий причем материалы фотографии какой-то вспомогательный материал этих занятий широко представлялся в группе ВКонтакте который называется и даже в виде прямых эфиров в группе библиографов ТЕМ информацией заинтересовалась редакцией журнала Библиополе была опубликована статья в 12 номере за 2022 год ну и также Юлия Николаевна Солнцева написала статью летнее медленное чтение в журнал Современная Библиотека номер 7 за 2022 год на конец 2022 года с детьми было проведено общей сложности 30 занятий с детьми и взрослыми как вы знаете уважаемые слушатели психология детей очень быстро меняется то есть через год характер у ребенка может быть другим поэтому коллегам Североморске повезло среди них оказалась педагог как раз по работе с детьми и она подсказала каким образом лучше построить работу с ними и вот одним из ноу-хау стало понимание того что дети могут одновременно и слушать и рисовать и разгадывать какие-то загадки и это было включено в методику то есть никто не сказал детям а ну-ка положите руки положите все ручки и слушайте им будет скучно они выполняли несколько дел одновременно и это получалось ну вот что-то складывали угадывали угадывали слова и так далее вот ну и вот иллюстративный материал методическая проработка это наверное ну как сказать вот фирменный фирменный знак фирменный знак работы центральной городской библиотеки в городе Североморске вот что касается чтения Мерсье то и здесь североморские коллеги ну опередили всех ну наверное но Федоровская библиотека да период пандемии конечно то есть они проводят эти чтения онлайн садятся четыре очаровательных женщины и вот они разговаривают между собой на них смотрит камера все это делается в прямом эфире кстати говоря если вы зайдете в группу библиографы в теме ВКонтакте то вы увидите что сегодня как раз вот скоро ну наверное через час через два будет очередной сеанс медленного чтения для чего проводится вот такое медленное чтение Юлия Николаевна Солнцева отвечает на этот вопрос так формат медленное чтение кроме всего прочего носит и социальный характер к онлайн трансляциям в группе библиографов в теме присоединяются люди пожилые маломобильные которых привлекает интеллектуальный досуг такие постоянные зрители оповещаются о начале трансляции очередного занятия индивидуально продвижение библиотекарями формата медленных чтений как во взрослую так и в детскую аудиторию является не только профессиональной деятельностью но и по большому счету общественным служением у онлайн трансляции огромное количество просмотров вот вы видите это трансляция 21 февраля и у нее 314 просмотров и 14 лайков один из постоянных участников медленных чтений в режиме онлайн жителей Оренбурга Александр пишет чтение успокаивает слушателя отвлекает от окружающего негативного климата и предлагает подумать о возможности перенесения чтений на более позднее вечернее время читать произведения и других жанров как вариант просто читать без стори теллинга и последующих обсуждений кроме того наш подписчик предложил идею для Библия ночи организовать вечерние ночные чтения в рамках этой акции теперь мы перенесемся в город Отрадное который находится недалеко от Санкт-Петербурга на на юго-восток от Санкт-Петербурга примерно в 20 25 километрах вот на реке Неве здесь 16 февраля этого года читали Александра Николаевича Радищева а именно главу или первая глава точнее произведения путешествия из Петербурга в Москву в библиотеке не ожидали что будет много читателей участников так оно и случилось было два два сотрудника библиотеки и три три читателя в городе Отрадном на территории города города Отрадного находилась резиденция Екатерины Великой которая называлась Пелла Екатерина Великая считала эту резиденцию главной своей но потом после ее смерти ее сын Павел I разобрал все до единого камня перевез Петербург и как говорят построил из нее Михайловский замок поэтому следы сохранились скажем так только в литературе и в воспоминаниях но место это было тоже знаковое эти чтения были краеведческими то есть поскольку для чтения в слух были выбраны первые главы произведения АМК Выезд София Тосна Любами объем читаемых глав составил 8 страниц очень интересно то вот Юлия Федоровна Андреева она сидит вот к нам лицом ведущая чтение она сказала мы больше родищего читать не будем когда я ее спросил ну как а почему переспросил ее я а потому что текст архаичен и люди не знают как ставить удар читатели застревали на отдельных фразах и выражениях почувствовал я быстрым раз я прямым крестом крещусь быв регистратором при разрядном архиве старого покрою стряпчи скончевающего бедственное житие лошади все в разгоне а бык так обходиться я коросат пред лицем солнца не было древесной осени на умерение зноя природа толика скупа была к своим чадам поэтому читать это произведение трудно нужно знать ударение но участники сказали мы будем читать но будем читать другое и вот в первой декаде 2023 года в библиотеке планируется чтение малоизвестного рассказа Максима Горького «Страсти мордасти» вот ну вот еще фотография чтения которые прошли в Екатерининском зале этой библиотеки в Институте научной информации по общественным наукам Российской Академии наук где я работаю проходит действует с 12 января этого года клуб медленное чтение Венеония смысл медленных чтений в Институте Российской Академии наук состоит в том чтобы во-первых обеспечить более тесную горизонтальную коммуникацию между сотрудниками научными и не только научными сотрудниками института работающими в разных подразделениях и испытывать себя тренироваться на темах которые не входят не являются предметом непосредственного интереса каждого из нас то есть когда собирается историк библиотековец социолог например ну кто еще философ и читает один текст они все видят этот текст по-разному и вынуждены осваивать и этот текст и контекст который за ним стоит вот у нас есть доска объявлений и вот на доске объявлений рядом с научными семинарами заседаниями ученого совета есть информация о деятельности крупа медленного чтения Венеоне мы читаем точнее уже дочитали книгу Эразма Роттердамского похвала глупости которая была написана в 1509 году и издана впервые в 1511 году в Париже на латинском языке чтение я вам скажу дорогие слушатели не непростое это 68 глав различного объема вот которые написаны вот в тех традициях 500 лет назад вот на этой фотографии Альпы мы разбираем и делаем это мы сами мы показываем почему же было возрождение не итальянское и кроме итальянского северное северное это Германия это другие страны это Франция даже Испания Англия вот что же почему было два возрождения оказывается оказывается Италию разделяла и разделяет естественная преграда в виде Альп вот а тогда не было ни автомобильных дорог ни тоннелей ни железных дорог не было и авиационного сообщения поэтому перейти через Альпу было сложно и вот значит и возрождение было и одно и другое да южное ну его называют итальянским и северное ну вот собственно говоря текст вот так мы читаем город Гауда где то ли родился Эразм то ли он жил но в общем этого никто не знает то есть мы мы обнаруживаем не белые пятна никто до сих пор не знает в каком же точно году родился и раз 1466 или 1469 никто не знает где точно он родился то ли в Роттердаме то ли в Гауде и это часть нашей научной работы заниматься исследованием разных тем и тренироваться на новых темах национальная библиотека я перехожу к Беларуси национальная библиотека Беларуси город Минск я был приглашен участвовать в октябре 21 в 8 международном конгрессе библиотека как феномен культуры национальной библиотеки Беларуси и наряду с докладом я предложил организаторам прочитать медленно поэму Янки Купалы это ранее романтическая поэма Янки Купалы она и я на белорусском языке вот здание национальной библиотеки Беларуси памятник Франциску Скорине белорусскому первопечатнику и было обсуждение в оргкомитете и я получил согласие вот в таком зале это зал пресс-центра национальной библиотеки 21 октября 2021 года мы провели медленное чтение под названием Купалу читаем разом читаем Купалу вместе в чтениях приняли участие ведущие специалисты библиотечной информационной отрасли Беларуси руководители областных городских библиотек заведующие отделами ну в общем элита элита библиотечного сообщества и мы прочитали эту поэму полностью обсудили вот и на чтениях присутствовала но вот не сидит за столом Светлана Ивановна Городецкая директор директор Брестской центральной городской библиотеки имени Александра Сергеевича Пушкина мы обменялись контактами потом переписывались и Светлана Ивановна где-то в конце года сказала что она хотела бы провести чтение в Бресте и просила меня ей все подробно объяснить и вот таких чтений такие чтения состоялись и в 2022 году медленные чтения проводились шесть раз в Бресте читались два произведения рассказ Александра Ивановича Куприна «Кус сиреней» и поэма Янки Купалы «Она и я» читались в разных аудиториях и с взрослыми и и с подростками и для слушателей курсов повышения квалификации Брестского областного института развития образования для школьных библиотекарев но я покажу несколько фотографий вот Светлана Ивановна сидит в библиотеке филиале номер 3 имени Янки Купалы вообще Брестское центральное городская библиотека имени Пушкина представляет собой централизованную сеть городских библиотек в составе которой входит центральная библиотека и 13 библиотек филиалов для Светланы Ивановны характерно очень бережное отношение нашей методики о которой я ей рассказала она структуру медленных чтений так и сохраняет первая часть представления модератором живой биографии автора текста с использованием визуального ряда вторая часть чтения текста вслух текст разделяется на логически завершенные отрывки по количеству участников чтения и третья часть обмен свободными ассоциациями обсуждения аудитории самые разные и как мне писала и рассказывала Светлана Ивановна но и трудности разные в разных аудиториях и казалось бы произведение одно читается а реакция каждый раз не похожа на предшествующий одна из сложных задач модератора создать дружескую атмосферу непринужденного общения свободного обмена мнениями в незнакомой аудитории модерирование и подготовка к медленным чтениям требуют большой предварительной подготовки это было отмечено школьными библиотекарями на курсах повышения квалификации для них медленные чтения проводились в формате мастер-класса с целью популяризации идеи именно сложность модерации была отмечена ими как фактор препятствующий использованию ими медленных чтений в своей практике удивительная особенность медленных чтений заключает Светлана Ивановна Городецкая одного и того же произведения в разных аудиториях неповторяющиеся ассоциации на восприятие текста влияют образование жизненный опыт возраст гендер психотип и еще огромное количество факторов даже настроение дня и наконец уважаемые коллеги последний пример это библиотека Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники город Минск где работает однокурсник Светланы Ивановны Городецкой по Белорусскому государственному институту культуры Юрий Иванович Максименко Юрий Иванович работает на абонементе художественной литературы кстати сегодня вот он тоже здоровался он участвует в нашем вебинаре прислал мне справку и фотографии я эту справку прочту медленное чтение она небольшая медленное чтение в библиотеке Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники были проведены по моей инициативе и горячо поддержаны руководством библиотеки Анной Александровной Федотовой и Натальей Викторовной Заринов за что я им очень благодарен первые три чтения состоялись летом их участниками стали сотрудники библиотеки мы встречались трижды и читали повесть Михаила Булгакова «Собачье сердце» которая актуальна и сегодня рад что чтения пришлись по душе коллегам тогда то и решили что нужно к чтениям приобщать наших студентов в 2022 году мы провели пять медленных чтений осенью читали рассказ Сергея Довлатова из его книги «Чемодан» в декабре рассказ Михаила Зощенко Йока и чтения назвали рождественскими так как они были посвящены жанру рождественского рассказа в ближайшее время мы будем медленно читать белорусскую классику книгу Яна Борщевского «Шляхтич завальня» или «Беларусь фантастических рассказок» книги выбранные для медленных чтений дают счастливую возможность не только насладиться словом но и переосмыслить жизнь и себя в ней как бы невысокопарно это звучало перечитывая книгу человек читающий всякий раз познает сам себя вот даже один из коллег пришел с гитарой вот и после проведения рождественских медленных чтений один из читателей газеты «АИФ Беларусь» написал в газету письмо или сообщение о том что в Минске проходят рождественские медленные чтения объясните что это такое ну и сотрудник газеты журналистка Тамара Лисицкая обратилась к Юрию Ивановичу Максименко вот он дал ей интервью ну послал текст текст потом был согласован и напечатан в конце в конце декабря прошлого года а Юрий Иванович прислал мне по почте несколько экземпляров этой газеты вот ну я думаю что я уже завершаю свое почти часовое выступление я думаю что после сказанного не не стоит доказывать что медленное чтение представляет собой библиотечную инновацию и а инновация это причем вы видите они 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 совершенно разные они здесь нет какой-то франшизы по типу макдональдса да где есть единая технология задаваемая владельцем так сказать методики которые требуют соблюдения этой технологии во всех местах где медленное чтение проводится нет здесь есть дух медленного чтения они в разных местах в разных организациях получают собственное преломление и вот меня интересует в этой связи вопрос как инновация распространяется если это инновация и способна ли эта практика распространиться вширь конечно но может быть не стоит себе ставить задачу чтобы она стала повсеместной тем более принудительной но хотелось бы чтобы люди о ней узнавали и я благодарен как раз Директ Академии за то что она дала возможность рассказать об этой практике американский социолог Роджерс Эверетт в 1962 году он предложил модель диффузии инноваций которая показывает каким образом любое новшество распространяется в обществе и оказывается что существует пять групп пять групп или общество делится на пять групп по отношению к любой инновации есть новаторы их два с половиной процента есть ранние последователи 13 процентов раннее большинство позднее большинство и отстающие но отстающих и позднее большинство наверное убеждать не нужно отстающие и так будут упираться позднее большинство что будет делать то, что делает ранее большинство. Возникает вопрос, а как это может пойти дальше, но естественным образом, чтобы не форсировать. Вот сейчас медленное чтение, на мой взгляд, находится на этапе работы новаторов. Ранних последователей пока нет. Но если они появятся, то есть вероятность, что мы пройдем точку перехода, вы видите, она обозначена на графике, и медленное чтение начнет более интенсивно распространяться, как вот такая практика в библиотеках. Но, повторяю, мы не собираемся форсировать. Мы хотим, чтобы об этой практике узнали, о том, что люди испытывают удовольствие, о том, что это не требует средств, даже новых книг не требует. Единственное, чего требует, работы библиотекаря над собой, либо ведущего чтения. Вот здесь вот работать нужно. И для того, чтобы рассказать о медленном чтении подробно, обсудить существующий опыт, вот, ну, инициативная группа в составе Юлии Николаевны Солнцевой, Анастасии Георгиевны Гачевой и меня обратилась в Российскую библиотечную ассоциацию с тем, чтобы на очередном Всероссийском библиотечном конгрессе, который состоится в Мурманске в июне 2023 года, провести три мероприятия по медленному чтению. Организаторами согласились быть секция по чтению Российской библиотечной ассоциации и рабочая группа библиотеки и социальные медиа. Эти три мероприятия такие. Круглый стол, трехчасовой круглый стол по медленному чтению с обсуждением разных практик, разных методик, практик, методик теории. И два практических занятия с медленным чтением автора из Заполярья, который уже ушел из жизни, это классик местный, и с медленным чтением ныне живущего автора. То есть этот автор дает согласие на чтение его произведения. Он присутствует в аудитории, но не вмешивается в происходящее. Мы проводим такую встречу, и потом автор выступает и говорит о том, как это получилось. Ну, сейчас мы находимся на стадии согласования чисел, времени проведения мероприятий, ну, и надеемся, что все у нас получится. Я, уважаемые коллеги, я закончил свой рассказ. У нас, к сожалению, нет времени на вопросы, на ответы на вопросы, но я думаю, что структура ведь вебинара может быть разной. Мне хотелось показать вам, с одной стороны, серьезность, с другой стороны, многообразие, да, многообразие практик медленного чтения. Мы занимаемся этим, но мы как бы никому не хотим чего-то доказать. Это практика в каком-то смысле неяркая, да, неяркая, что вот мы стали библиотека, смотрите, какие мы инновационные. Но, как кажется, тут вот миссия самой библиотечной работы проявляется, потому что библиотека оказывается экспертной площадкой, которая может людей научить читать, научить воспринимать реальность, научить видеть за книгой реальность, благодаря которой эта книга автором написана, и вообще повысить коэффициент усвояемости текста, потому что вовсе не очевидно, что, имея в распоряжении документ, человек сможет просто так извлечь ту глубину смыслов, с которыми он связан. Ну вот, пожалуй, все, что я хотел рассказать. Если у вас будут вопросы, то пишите мне по электронной почте, пишите ВКонтакте, в мессенджере, находите меня. А если вопросов не будет, то просто знайте, что в библиотеках России и Белоруссии развивается вот такой вид библиотечной работы, медленное чтение. Спасибо. Спасибо.